У нас на звездку есть кулышный арбитр ФИФАО и ФАО, один из наикращих арбитров в истории европейского футбола Любош Михел. Любош, здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Скажите, пожалуйста, вы у нас второй раз, это хорошая традиция, будем надеяться, что вы и дальше у нас будете. Скажите, пожалуйста, вот та артподготовка, которую постоянно мистер Лучешко делает перед матчами по поводу украинских судей, насколько она корректна по отношению к украинским судям? Вот как вы считаете, как судья? Ну, если играется классика, которая, скажем, самая важная игра в сезоне, надо учитывать и все моменты, кто судья, у каждого судьи есть своя манера. Кто-то позволяет жесткую игру, кто-то более акцентирует на, можно сказать, разговоры. И в любой игре надо готовиться на соперника, надо готовиться и на то, как может себя вести судья на поле. Но господин Лучешко в последнее время постоянно, вот перед играми, после игр, даже если его команда не играет, он все равно старается комментировать действия арбитра. С чем это связано? Это какая-то такая стратегия господина Лучешко? Ну, видите, вчера, если судья не мешал игре, он готов судей похвалить. Было после игры высказано от тренера Динамо, что судья был под большим давлением от Шахтера, я думаю, никакого давления не было. Одно давление было только с того, что это была украинская классика, важная игра для обоих команд. Я сам прошел много таких команд и понимаю, какая очень сильная психологическая нагрузка для судей. И он хочет эту игру только отсудить так, чтобы в следующий день никто о нем не говорил, чтобы ни газеты о нем не писали, чтобы он в этой игре не был замечен. Поэтому никакого давления не было. Тренеры могут говорить то, что хотят, готовят команду. Это есть, скажем, вокруг таких игр, не только на Украине, а везде в мире есть много разговоров. Скажите, эпизод с назначением и потом отменной пенальти в матче Динамо-Шахтер, ворота Киевского Динамо. Вы прокомментируйте, пожалуйста, этот эпизод как арбитр. Да, это был очень раритетный момент, потому что я тоже сам сидел на трибуне, не понял, что произошло. Сначала думал, может, было вне игры, до этого. После игры я ишел поблагодарить судей, зашел в раздевалку, сам, как бывший судья, хотел узнать, что и произошло. Вопрос стоит в том, что до игры судей договариваются о том, как будут контролировать штрафную площадку. И все знают, что у судей есть электронические флажки, которые дают акустический сигнал судью. Они договариваются о том, что если есть какие-то сомнения, какие-то, скажем, падения в штрафную или физический контакт, судья со своей точки не может хорошо видеть, в том случае корпусом Шавковский закрывал ему хороший взгляд, то ассистент вмешается и может взять на себя решение. Сегодня принимается в судейской семье, как бы сказать, такое, что неважно, кто сделает решение, самое главное, чтобы оно было правильным. И в том, когда я разговаривал после игры с судьями, ассистент сказал, что он ошибочно или случайно нажал на кнопочку, и тем увел судью заблуждение, можно сказать. Потом он понял, что настала ошибка и сразу вмешался и правильно сделал, потому что для меня самое главное, что решение было правильное, пенальти в этом эпизоде не было. И я уверен, что никого из семи Шахтера не радовала бы победа с такого скандального пенальти. Поэтому надо отдать должное судьям, не только судью, но тоже судейской бригаде, которая в этой игре отработала очень хорошо и, скажу, очень отлично по европейским параметрам. Любош, нашим судням и так многое, что мешает судить. Еще какие-то кнопочки, оказывается, им теперь уже мешают судить, да? Они не мешают и, наоборот, помогают. Я еще скажу второй момент. Если сегодня смотрели игру чемпионата России, у судей уже есть коммуникационный систем, которым пользуются во всех чемпионатах Европы, сильных чемпионатах Англии, Германии. Эта система работает уже больше 5-6 лет. Если была бы эта система у судей украинского чемпионата, то ассистент сразу мог подсказать, что не было пенальти и не дошло бы до такого решения. Эта ситуация была бы все, скажем, более деликатно сделана. Но я надеюсь, что дождемся и таких моментов, что в следующем сезоне ведут украинские обретые тоже с коммуникационным системой. Да, я думаю, что они будут долго этому учиться. Но вопрос по теме. Скажите, вы видели, как реагировали футболисты, особенно футболисты Шахтера, особенно господин Селезнев, и долго потом еще объяснял Лайнсмену, достаточно в такой, знаете, хорошей форме, кто он и как он и что он должен делать. Вот сейчас нам показывают как раз эти эпизоды. Вот как вы прокомментируете вообще поведение игроков в этих эпизодах? Имеют ли они право? И как на это будут реагировать европейские судьи? Вот тоже и самая разница, что в Европе это не толерируется. И, наверное, в Европе ассистент поднял бы флажок, призвал бы судью и, наверное, показывал бы ему желтую карточку. Вопрос в том, что каждый классик вызывает большие эмоции. Вы видели после момента с Луковичем тренер Семин опустил свою техническую зону, еще пробежал к Луческу, начал ему объяснять. Это тоже ситуация, за которую он может быть удален со скамейки. Надо понимать, что классику это дополнительные эмоции, надо их воспринимать и надо быть в этих случаях более толерантным. Хотя я полностью согласен с тем, что игроки должны контролировать свои эмоции, не должны себя так вести. Ну что ж, будем надеяться, господин Михаил, что все-таки вам, в вашем клубе, точно так же и в других клубах, будет проведена работа с игроками и таких моментов больше не будет. Мы вам большое спасибо говорим за то, что вы взяли участие в нашей сегодняшней программе. Желаем вам всего-всего самого лучшего и будем приглашать вас дальше также. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!